Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мискик. Меня зовут Ирина. Большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня будет рубрика «Пустые баночки хозяйки на заметку». Да, сегодня у меня будет огроменно длинное видео, наверное, посвященное пустым баночкам хозяйки на заметку. Если вы любите такого рода рубрику на моем канале и вам интересны именно какие-то хозяйственные пустые пустышки, тогда я вас приглашаю к просмотру. Усаживайтесь поудобнее и поехали! Начну с того, что в этот раз у меня набрался просто огромнейший пакет и, ну, наверное, да, видео будет достаточно длинным, но я его постараюсь сделать максимально информативным, для того, чтобы вы, хозяюшка, уже могли, точнее, ты, хозяюшка, могла для себя решить, что тебе выбрать на прилавке в магазинах. Здесь у меня будут пустые баночки не только из обычных хозяйственных магазинов, но также будут пустые баночки из магазинов «Экспрайс». Так что, думаю, вам это должно быть интересно. Первое, что на меня смотрит, и это такая, знаете, пустая баночка хозяйки на заметку, я не знаю, но я ее сюда решила положить, вложить для того, чтобы вам просто рассказать свое мнение, стоит ли акцентировать свое внимание в магазине «Экспрайс» на данную позицию товара. И я сейчас вам буду рассказывать вот о кошачьем наполнителе, он называется «Экэкэт», наполнитель древесных для кошачьего туалета. 2 килограмма, стоит он 55 рублей. Почему я решила сакцентировать внимание на данную позицию? Во-первых, как вы знаете, у меня есть кот, его зовут Дарвин, кто не знает. И да, кстати, если вы не подписаны на мою страничку в Инстаграм, конечно, название странички я ставлю в верхнем правом углу, приходите в гости, я буду рада дружбе. Там я часто вам показываю своего кота. Ну так вот, по поводу кошачьего наполнителя. Я для себя его открыла летом 2017 года, и мне он очень понравился в плане цены и качества. То есть это именно та золотая середина того, что в принципе меня устраивает. Мне нравится то, что нет никаких опилок по квартире, он достаточно хорошо сделан, этот древесный наполнитель, и он держит запах. То есть как бы в принципе мой кот доволен, и я им довольна, и хватает вот этой вот упаковочки. Ну, я могу сказать, наверное, на месяца два это точно. То есть это вот реально тот бюджетный формат того, что я нашла для себя, потому что в обычных магазинах эта вещь стоит намного дороже. Следующее я сейчас покажу быстренько по пакетикам. Сейчас вам покажу перчатки, которые у меня были в уходе за собой. Точнее перчатки, которыми я пользовалась на протяжении времени того, что я пользовалась. Это буквально, наверное, январь-февраль, точнее, скорее всего, февраль месяц. В общем, это аж четыре пачки перчаток. Первые перчатки это перчатки из магазина FixPrice. Могу сказать одно. Стоят, как вы видите, 55 рублей. Это обычные перчатки. Я снимала видео о покупке из магазина FixPrice, там я вам их обозревала. Могу сказать, девочки, я вам не советую их покупать, потому что перчатки, во-первых, они быстро рвутся. Во-вторых, они, ну, совершенно не того качества, даже просто элементарно протереть пыль, либо что-то в них сделать. То есть, это не те перчатки, в которых даже можно просто почистить картошку. Отвратительные перчатки мне не понравились. Их было тут 10 штук. И совсем нет, не то качество, которое бы хотелось видеть от перчаток такого рода. Следующие перчатки, которые мне более-менее понравились, это называется Веледа. Перчатки, у меня тут две упаковки. Этих перчаток мне хватает ровно на месяц, может быть, точно на неделю-три, при регулярном, минуточку использовании. Одни я использую для уборки квартиры, вторые я использую для мытья посуды. Девочки, при каждодневном мытье посуды в этих перчатках и в день не по одному разу, они держат месяц. И мне кажется, это реально хороший результат и показатель для перчаток такого типа. Продаются они в Магнит Косметик, цена их около 120 рублей. И для меня это тот оптимальный вариант, когда цена и качество меня устраивают. Когда в магазине Магнит Косметик есть скидка, их можно купить еще в бюджете. Так что называются они, еще раз говорю, Веледа Сенситив. Если есть нужда в перчатках, обратите внимание на вот эти вот перчатки. Следующие перчатки, это перчатки называются фирмой Мастер Блеск. Это фирма, которая представлена только в магазинах Магнит Косметик. И эти перчатки, совсем не могу их вам советовать. Это перчатки, ну, неделька, наверное. Стоят они что-то в пределах, по-моему, 40 либо 30 рублей. Отвратительные перчатки, которые совершенно не держатся. И они очень тоненькие, такие вот тоненькие для таких резиновых перчаток. По-моему, это либо латекс, либо резиновые, ну, скорее всего, это латексные какие-то перчатки. Ну, мне не понравились. Лично мой опыт показал то, что это не те перчатки, которые нужно покупать. И тут написано удобные, долговечные. Ну, если недели это долговечные, то в моем понимании долговечные это хотя бы месяц. Так что не могу советовать. Следующее сравнение будет у меня уже по губкам. Остальным губкам, которые, знаете, наверное, мы всегда как-то думаем, что вот эта вот вещь, как бы, ну, что это такое. Но для хозяйки, для меня, для хозяюшки, для девушки, которая, да, сейчас сама хозяйка, ну, вообще занимаются уборкой дома самостоятельно, я поняла, что это, блин, такая вещь, которая, ну, либо она должна быть хорошая, либо никакая. Первое, о чем могу сказать. Остальная губка тоже фирма Мастер Блеск, как вы поняли, тоже я купила в магазине Магнит Косметик. Две штуки, и стоили они 29 рублей. Вы знаете, одно время они меня устраивали, но минус их заключается в том, что они дико ржавеют, и они после первого использования становятся такими уже страшненькими. То есть, если вы чего-то там где-то подтирали данной губкой, все, ее нужно выбрасывать. И когда я пришла в Магнит Косметик, я не нашла вот эти, которые я постоянно брала, и думала, как бы, зачем платить дороже. Я не нашла вот этих, их все разобрали, и я нашла вот эту фирму Паклан. Я уже говорила то, что мне нравится данная фирма, вообще мне нравятся и губки данной фирмы, меня устраивают они. Я говорила уже то, что фирма данная меня устраивает, меня устраивает качество тряпочек, которые я раньше покупала. То есть, неплохая фирма, которая, в принципе, себя в моих глазах зарекомендовала. Купила вот эту губку, которая называется тоже нержавеющая просто мочалка. Она достаточно крупная, стоит она в пределах 60 рублей. И это сейчас мой фаворит среди вот этих вот губок. Во-первых, она не ржавеет. Во-вторых, она не выходит из строя. То есть, она не превращается в какую-то непонятную, там, знаете, металлическую, такую вот подобие губки. И она хорошо отдирает, она такая жесткая. То есть, как бы, если... Что вам... Вот если меня спросить, что я вам порекомендую, конечно же, я вам порекомендую вот эти вот металлические мочалки, которые мне намного больше понравились. Вот эти, конечно же, это больше всего одноразовые, так что как-то вот так вот. Следующее, что я хочу показать, это бесспорный мой фаворит. И будет фаворитом, мне кажется, еще очень долгое время. Я отношусь к тому типу хозяев, который постоянно занимается прочищением труб канализационных и в ванной комнате, и на кухне. В ванной комнате, по причине того, что у меня длинные волосы, и они имеют свойство попадать, да, когда мы моем волосы, и не очень приятно видеть эти засоры на кухне, но это, само собой, остатки пищи, которые идут вот в этот вот... Как он называется? Я не помню, как он называется. Вот это вот. Вот в эту вот штуку трубу под раковиной, в общем. И я не люблю засоры и неприятные запахи. Мастер блеск, вот эти, вот это средство антизасор, меня в нем устраивает все цена и качество, как он прочищает. Я делаю буквально каждые две недели, прочищаю трубы, либо раз в месяц. Нет никакого неприятного запаха и засора. Стоит 10 рублей одна упаковка, смело могу вам их порекомендовать. Следующее, что у меня тут, сменные ролики из магазина Фикс Прайс. Не знаю, зачем я их тут положила, но раз они у меня тут есть, скажу. Неплохие, в принципе, сменные блоки, стоили они что-то, по-моему, 50 рублей. К сожалению, у меня больше ничего нет их показать. Но тот, кто покупает в магазине Фикс Прайс и видел эти сменные блоки, они выглядят, собственно говоря, вот так вот. Точнее, мне как раз был вот этот сменный блок, да, вот этот ролик. Неплохие мне понравились и смело могу вам их порекомендовать. Батарейки Дюра Сел, которые я купила в магазине Фикс Прайс, тоже мне устраивают. Они оказались достаточно очень такими рабочими и до сих пор они работают. В принципе, тот же самый Дюра Сел, что продается в обычных магазинах. Так, следующие, бумажные полотенца Зева. Это премиум класса, мне они понравились. Я их с удовольствием беру и сейчас, наверное, буду брать их всегда, потому что они более прочные, они более мягкие, более приятные и вообще они такие мне понравились намного больше. И стоят они, конечно, чуть дороже, чем обычные бумажные полотенца этого бренда. Так что смело могу порекомендовать. Следующее, что у меня закончилось, это были быстрые губки для мытья посуды фирма Доминго. Я вам уже говорила о том, что они меня устраивают, они мне нравятся. Здесь у меня было 5 штук, использовала ровно месяц, мне нравится. И в запасах у меня уже лежит, по-моему, 2 упаковки. Смело тоже могу вам порекомендовать. Классно размыливают чистящее средство, экономят его тем самым. Пена получается густая и они не выходят из строя, не превращаются в какую-то страшную губку, которую вы моете посуду. И абразивный слой, который на них есть, он достаточно долго держится. То есть, как бы, хорошие губки, которые меня устраивают вполне. Следующее, что у меня закончилось, тадам, порошок персил. Его здесь 3 килограмма. Коинзим, это 360 каплет салюшин, которая на веночко вышла. И меня отойдет для белого белья, свежесть фернель. Девочки, запах реально кондиционера для белья фернель. Реально. Мне понравился порошок. Он хорошо пенится, он хорошо выстирывает, он хорошо отстирывает пятна, освежает белые вещи. Меня устраивает в нем все. То есть, как бы, это мой фаворит сейчас среди порошков. И у меня, как вы знаете, у меня сейчас огромная упаковка подобного порошка лежит. Я осталась всем довольна. Смело могу порекомендовать вам для ежедневного, ну, как просто порошок, которым надо стирать вещи. Простите, я просто еще немножечко болею. И у меня такое остаточное состояние. Но я решила просто снять пустые баночки для того, чтобы уже просто от них избавиться и двигаться дальше. Ну, так вот, могу сказать, что запах остается на белье данного кондиционера. Мне нравится то, что он выстирывается и не вызывает никакой аллергии дерматита на кожу. Классный порошок. И могу смело порекомендовать вам его. Ну, еще производитель написал, что он без фосфатов. Ну, не знаю, возможно. Так, следующее, что у меня закончилось. У меня закончилось два средства для мытья посуды. Это Прил идет у меня с лимоном, так я поняла. И Ферри. Вот это обновленная версия Ферри. Как вы знаете, она мне не очень нравится. Но это тот продукт, который выходит за домом у меня для мытья посуды. В плане цена он меня устраивает. Пока я не нашла еще чего-то другого, чтобы меня устраивало лучше. Ну, так вот, если сравнить два этих средства, будет лидировать Ферри. Прил уступает. Не так он сильно пенится. Запах у того и того продукта, он достаточно яркий. Но все-таки Ферри он как-то лучше смывается, мне кажется, с посуды, нежели Прил. Но это лично мое наблюдение. У меня еще в запасах есть вот это средство Прил. Я покупала их на акциях. Так что вот так вот. И, по-моему, Ферри у меня сейчас использование. Ну, так вот, если касаться, что вот касаться именно этих средств для мытья посуды, я, конечно же, посоветую вам купить Ферри. Несмотря на то, что вот эта версия мне не очень нравится. Но она все-таки намного лучше, чем вот эта вот Прил. А ценовая политика у меня где-то рядышком. Следующее, что у меня закончилось, аж две упаковки. Это частины из магазина Фикс Прайс. Да, это та позиция из магазина Фикс Прайс, которую я вам смело могу порекомендовать купить. Ну, так вот. Мне устраивает в них все. Как они очищают, как они работают. То есть вот, ну, все в них нравится. Они удаляют все пятна. Весь налет, допустим, который есть от ржавчины, он неплохо убирает. Он отлично очищает сантехнику. И можно помыть пол. То есть он такой термоядерный. Минус, конечно, это то, что есть вот этот хлористый запах. Но, как бы, чего мы хотели. Тут и производитель пишет то, что содержит активный хлор. Так что, когда я делаю уборку, я открываю все окна, чтобы максимально просто проветрить квартиру, чтобы не было этого ужасного запаха. Но как работает, меня устраивает. Как вы видите, закончилось две штучки. И смело вам могу порекомендовать их купить в магазине Фикс Прайс за эту стоимость. Следующее, что еще у меня закончилось, это частины вот этот вот белый универсал. Ну, точно такой же он идет, в принципе, по действию. Могу так сказать одно. Если сравнивать две вот этих вот позиции, оранжевая намного лучше. Он чуть-чуть гуще идет, чем вот этот вот универсальный. И мне кажется, вот этот у меня вообще просто в лед улетел. Он как-то быстро просто расходуется. Может, из-за того, что он жидкий. Но, не знаю, больше я вот этот белый покупать не буду. А вот этот, конечно же, мой фаворит уже просто с лета. Смело могу их вам порекомендовать. Этот нет, вот этот да. Так что будьте в магазине Фикс Прайс. Смело могу порекомендовать вам сакцентировать внимание на покупку данных бытовых средств. Следующее, что у меня закончилось, это средство PimaLux. Сода Экстра 5, активный кислород, бережное отбеливание. Ну, тут, наверное, без комментариев. Это старичок PimaLux, который все знают. Многие любят хозяюшки. И я не исключение. Мне нравится в нем все. Отличное средство, которое у меня сейчас тоже еще стоит. Я его всегда покупаю. Но когда он стоит на акциях? Когда на акциях, он, да, в принципе, оправдывает. Без акции он сейчас стоит, вот эта упаковка, 65 рублей. Мне кажется, это дорого для него. Красная цена ему рублей 40, потому что как-то вот так вот. Но он меня устраивает. Я его беру. Вот это Сода 5 Экстра. Мне нравится больше всех. Так, следующее средство, что у меня закончилось, это Клин. Средство для чистки стекол. Девчонки, это просто сказка. Как же я его любила, и как долго он у меня был. Содержит спирт. Не поверите. Когда я покупала его в прошлом году, наверное, где-то в это время. И вот только сейчас он у меня закончился. И могу сказать вам то, что реально хорошо отмоют все пятна. В ванной комнате отмоют любые, знаете, вот эти вот мыльно-извистковые налеты на зеркале. Детские пятна, отпечаток пальцев на зеркалах. Он хорошо убирает всякие жирные пятнышки. Освежает, убирает. Блин, меня в нем устраивает все. И насколько он экономичный. Мне его хватило очень надолго. Еще раз, конечно же, повторю, его куплю. Очень-очень нравится. Если купить на акции, то это вообще классная штука. Не выходит из строя пульверизатор. До последней капельки он отдает продукты, устраивает все. Мне нравится то, что он при использовании не течет. И у него не сильно резкий запах. Для меня, для аллергика, это тоже очень важно. Мне очень понравилось. Мело могу вам порекомендовать. И он пах слегка так лимончиком. В принципе, очень даже не такой аромат. И крайний продукт на сегодня. Это средство, которое я покупала в магазине Fixed Price. И я тоже вам настоятельно рекомендую обратить внимание на данную позицию товара в этом магазине. Классная вещь, которая просто все, что угодно отстирает, отмоет. Это просто какой-то, знаете, универсальный солдат в уходе за домом. Я им сегодня его домывала. И использовала его в очищение. На газовой плите вот эта вот есть решетка. И вот на ней всегда периодически бывает вот этот вот нагар с едой. Не знаю, как у вас, но у меня вот бывает. Такой там кашел бежит, либо еще что-то. И зачастую даже пемосом у меня не получалось так оттереть. Здесь я просто попшикала, подождала 10 минут. И просто вот так, знаете, железной губочкой сильно там никаких усилий не делала. Быстренько все убрала. Минус, конечно же, это то, что он дико пахнет хлором. Кстати, неплохо отмыл плитку в ванной комнате. Из-за этого ему огромный плюс. Вот прям видно было, насколько чистая стала плитка в ванной комнате. Неплохо отмывает сантехнику. Тоже быстренько попшикали, протерли, все круто, здорово. Также производитель пишет то, что здесь антимикробные эффекты. И, ну, надеюсь, что да, тут все-таки это присутствует. И, ну, за счет, наверное, того, что хлора это антибактериальное средство. Не знаю, девочки, мне понравилось. Тут написал производитель, что еще можно очищать зеркала, либо раковину. Я так и не поняла. Но именно сантехнику сместителю он очищает просто. На раз-два блестит, все идеально. Так что смело могу вам порекомендовать данное средство. Тоже до последней капельки все выпрыскивается. Ничего нигде не бежит. Все замечательно работает. Так что вот так вот, девчонки. В общем, все. Это все пустые баночки, которые я хотела вам показать сегодня. Надеюсь, вам данное видео было в первую очередь полезным и интересным. Если вы любите такого рода видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить данную рубрику и данные видео. Также на моем канале вы можете увидеть разные интересные видео. И да, если вы подписаны на мой канал и вам не приходит по какой-то причине уведомления, не забывайте кликать на колокольчик, и вы будете в курсе всех событий, что происходит у меня на канале. Я же желаю вам не болеть. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока.